МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире 12-го канала новости. В студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Хоть чай заваривая из-под крана, жителям Левобережья вместо холодной воды запустили горячую. Исправление ошибок в 3,5 тысячи квадратных метров и перекрытие движения. Масштабные работы сразу на двух городских мостах. Для мечей почти 300 килограммов сгущенки, для профессионалов передовые разработки. Мы пригласили всех наших соседей из Казахстана, из Белоруссии, соседей из соседних регионов. Чем будут удивлять на выставке Агро-Омск-2024? Какие задачи предстоит решить сельхозпроизводителям? В России и зарубежья. В числе сапсерферов, собаки и даже кошка. Первый раз, когда она оказалась на сапборде, она еще не понимала, что это вода. Для чего амичи решили сплавиться по Ами со своими домашними питомцами. Жителям Левого берега дали холодную воду. Об этом сегодня 12-му каналу сообщили в Водоканале. Сбой подачи произошел накануне. Жители трех домов на улице Крупской жаловались. Из-под крана вместо холодной воды пошел кипяток. И все это в 30-ти градусную жару. Водоканале отметили на участке, проводили ремонт. Ожидалось снижение напора. Однако неожиданно из крана охлынула горячая вода. В этом случае советуют обращаться напрямую к поставщику услуг, к тепловую и управляющую компанией. Что касается холодной воды, на улице Крупской дальше ожидается снижение напора. Работы на участке продолжатся месяц. Сам водовод имеет стратегическое значение для обеспечения горожан питьевой водой. Сейчас на период ремонтных работ вода подается по резервным схемам. Однако в часы максимального водопотребления возможно снижение параметров холодного водоснабжения потребителей Кировского и Советского округов. Октябрьский мост отремонтировали по гарантии. Заменили 3,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Сделал это подрядчик по гарантии. Напомню, в 2020 году в рамках реализации нацпроекта безопасно-качественной дороги на мосту обновили асфальт, заменили барьерное и бетонное ограждение. В этом году в ходе обследования специалисты выявили неровности на некоторых участках, которые мешали безопасному движению транспорта. В рамках гарантийных обязательств подрядчику пришлось проводить ремонтные работы. Подрядчику было выдано предписание об устранении. На прошлой неделе подрядчик вышел, отфрезеровал дефектные участки, уложил новую асфальтобетонную смесь. На данный момент ведутся приемочные работы, выполненных работ. А между тем метромост перекроет на две ночи. Временные ограничения ведут сегодня с 11 вечера и до 6 утра. Вторая волна 18 июля также с 11 вечера и до 6 утра. Связано это с дорожными работами. Там будут делать специальные конструкции для монтажа знаков дорожного движения. Автомобилистов просят искать пути объезда и обращать внимание на информационные таблички. 270-килограммовая бочка вареной сгущенки, десятки новых видов мороженого, а также большой ассортимент молочных и колбасных изделий омского производства приготовят для гостей выставки ярмарки «Агро-Омск-2024». Она пройдет с 22 по 28 июля. Чем будут удивлять на этот раз, сегодня рассказал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофан. Главная тема выставки в этом году – технологический суверенитет. Задача региона – продемонстрировать потенциал омских аграрьев. В парке на Королево выставят ведущие образцы сельхозтехники. Это комбайны, тракторы, зернодробилки, а также почвообрабатывающие и другие машины. Всего больше ста экземпляров. Своими технологическими достижениями поделятся свыше 250 сельхозпредприятий из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Мы пригласили всех наших соседей из Казахстана, из Белоруссии, соседей из соседних регионов, из Тюмени, Кургана, Челябинска, Новосибирска, Алтай. То есть практически и Уральский, и Сибирский федеральный округ приглашены. Сейчас идут подтверждения. Мы формируем все эти делегации. Надеемся, что и наши ближние соседи, ближнего зарубежья будут, но и соседи наших регионов. Два дня аграрии будут работать в закрытом формате. В деловой программе семинары «Круглые столы» по вопросам кредитования сельхозпредприятий, подготовки и удержания кадров населения, а также обмен опытом, животноводстве, переработке сырья и экспорте. Для МИЧЕ выставку откроют 24 июля. Организаторы обещают, достижения агропромышленного комплекса будут полезны начинающим земледельцам, а также владельцам частных подсобных хозяйств. Интересно будет и остальным. Для гостей организуют интерактивные площадки, в их числе и контактный мини-зоопарк. Своих не бросают. Семья Харизовых из Почекуева-Большереченского района готовится к очередной поездке в Луганск. Вот уже полтора года они помогают бойцам, отправляют технику, одежду и домашнее сало, которое мастерские солит и коптит Лариса Харизова. Вообще же женщина-блогер снимает видео о домашней стрепне. У нее полмиллиона подписчиков. Зрители и помогают собирать помощь. О том, как блогер стала волонтером наш корреспондент. Сало, оно и в Африке сало. Это, как говорится, твердая валюта. Лариса Харизова знает толк в сале и домашней выпечке. Женщина-кулинарный блогер. У нее более 500 тысяч подписчиков. Видео села Почекуева с удовольствием смотрит не только в России, но и в Германии, США, Австрии, Белоруссии, Греции, Казахстане и других странах. Ну а самые преданные поклонники кулинарного таланта Ларисы в Луганской области. Полтора года супруги Харизовой отправляют адресную гуманитарную помощь от еды до автомобилей в часть, где служит их сын. Солю перекручиваю в баночки, сладок в контейнер. И намазку им отправляю. Тоже туда же? Все туда. Сын Сергей приехал в отпуск несколько дней назад. И сейчас пытается заниматься всеми домашними делами одновременно. До мобилизации мужчина работал водителем грузовика. После завершения СВО планирует стать фермером. Раньше у Харизовых было большое хозяйство. Коровы, свиньи, гуси. Сейчас остались только куры. Сборы для бойцов требуют много сил и времени. Лариса говорит, иначе не может. Помогают и местные волонтеры. Это не то, что мы своему ребенку. Там нету своих, нету чужих. Они все наши. Как они радуются вещам. Вот этим вкусным колбасе. Ой, это омская минералка. Особенно амичи. Наша помощь, она очень нужна нашим ребятам. Всего Харизовой отправили за ленточку два УАЗа, рации, шины, квадрокоптеры и тепловизоры. А также запчасти, инструменты и омбардирование. Сейчас готовятся к очередной шестой по счету поездки. Планируют ее на конец июля. Повезут два мотоцикла, два генератора, маскировочные сети и, конечно же, приготовленные Ларисой деликатесы. Бойцы успели соскучиться по домашней еде. Ольга Седачева, Денис Жарков, Оксана Савочкина, Дмитрий Алдыгепченко, Санат Оксанов. 12 канал. Семья Харизовых стала героями нового выпуска программы «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Смотрите сегодня на 12 канале В20.00. Другим темам. Мафиеристы обещают омечам высокую пенсию, чтобы заполучить их личные данные. Как сообщили в пресс-службе Омского отделения Центробанка, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками Социального фонда России. Они уверяют, что размер пенсии можно увеличить за счет обнаруженного неучтенного стажа. Злоумышленники приглашают омечей на консультацию в МФЦ или отделение соцфонда. Но для записи на прием нужно предоставить данные паспорта с НИЛС и ННН и назвать код из СМС-сообщения. На самом деле все это позволяет преступникам получить доступ к учетной записи человека на портале госуслуги. Таким образом, например, оформить на жертву обмана кредит. Специалисты напоминают, что сотрудники соцфонда не запрашивают такую информацию. В Омске проводят рейды на диких пляжах. Специалисты проверяют территорию несанкционированного купания. За отдых в таких местах грозит административное наказание. Безопаснее отдыхать на организованных оборудованных пляжах, а там, где установлены запрещающие знаки, следует избегать, напомнили в мэрии. Амичей призывает быть осторожными, не заходить в воду в непроверенных местах. Несмотря на многочисленные предупреждения и применение административных мировоздействий, с начала 2024 года на водоемах города утонуло 4 человека. Масштабное событие этого лета в Омской области состоялось торжественное открытие регионального молодежного форума «Ритм». «Ритм» – это самая популярная площадка для реализации инновационных проектов молодежи. Одно из самых ожидаемых событий лета – пять дней. Участники проведут на базе лагеря «Березовая роща» и представят свои наработки по пяти направлениям – IT, профи, добро, креатив и международность. Отмечу, что заявки на форум прислали не только меченые жители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Накануне ребята заехали в лагерь, а сегодня начинается активная программа. Более 400 участников ждут образовательные мастер-классы, встреча с федеральными экспертами и лекции. «Видно, что форум растет. Мне очень нравится мое направление вдохновлять. В этом году целых два наставника, и они прям заряженные такие, крутые женщины. И сегодня я тоже вдохновилась. Я надеюсь, в последующие дни будут очень продуктивными». «Самые активные мечи находятся здесь. К нам приезжают ребята с разных районов, с разных городов, поэтому очень здорово, что такое мероприятие есть. Мы здесь помогаем им прокачать свои навыки, завести новых друзей и, конечно, получить гранты на их идеи, для того, чтобы они могли реализоваться и найти себя в будущем». Сюрпризов будет немало. Кроме того, участникам «Ритма» организуют встречи с потенциальными работодателями. А еще благодаря конкурсу «Росмолодежь. Грант» участники смогут выиграть финансирование на свой проект в размере до миллиона рублей. Получить такую поддержку форумчане смогут благодаря тому, что Омск в прошлом году стал финалистом отбора на звание «Молодежной столицы России». Четвероногие встали на сапборды ради своих собратьев. В Омске состоялся необычный благотворительный сплав. В нем приняли участие домашние питомцы и их хозяева. Организационные сборы с мероприятия направят на покупку кормов для животных, проживающих в приюте. С самыми необычными спортивными дуэтами, в составе которых были даже кошки, познакомилась Светлана Мельниченко. Кошки не любят воду, но отнюдь не кики. Ей нет еще и года, но она уже опытный сапсерфер. У нее даже есть свой спасательный жилет. А если захочет вздремнуть прямо на доске – безопасный домик. Первый раз, когда она оказалась на сапборде, она еще не понимала, что это вода. Она уверенно шагнула в воду, оказалась в воде, ей это не понравилось и больше она так не делает. Сейчас она плюс-минус спокойна, она припрыгивает с сапборда на сапборт. Кики – единственная кошка, но не единственный четвероногий участник сплава. К водному виду спорта обычно благоволят собаки. Добравшись до берега, австралийская овчарка Айс прямиком ныряет в реку. Айс, лапу дай! Лапу дай! Ооооо, привет! Привет! Плавать для Айса дело привычное, но на сапе будет сегодня сплавляться впервые. Мы вчера просто приехали попробовать, посмотреть, как собака будет себя вести. На сапе все было прекрасно. И вот мы сегодня решили в первый раз поплавать. Он обожает воду. Я аж боюсь, что он пойдет плавать быстрее, чем я. А вот Жужа – заядлая путешественница. Уже передвигалась на разных видах транспорта, включая лодку. Сегодня она – поддержка для своей маленькой хозяйки – семилетней Тани. Девочка впервые поплывет на сапборде. Она всегда со мной, если я кота еду по делам и в отпуск. Она и на Алтае была, и на севере была, и на юге где была. Танечка, ну а ты расскажи, вот чего ждешь? Вот ты думаешь, что тебя будет ждать в путешествии? Ну, приключения всякие. А то, что с тобой Жужа поплывет, вот тебе кажется, что она тебя, если что, спасет? Конечно, кажется. Она же моя собака. Давай, залазь, капитан. Оба нормально вас он почищил там. Путь участников ждет непростой маршрут. Пролегают от Царапятского тракта по неспокойной Амиды-Ртыша. Конечная точка за Зеленым островом. Плыть предстоит около пяти часов. Большинство участников сплава все-таки пришли сюда без животных, потому что для многих это просто любимое увлечение. И сейчас они совместили приятное с полезным. Заплыв благотворительный, участники внесли организационный сбор по две тысячи рублей, которые пойдут на покупку корма для животных из приюта. Я подумал, что неплохо было бы, чтобы мы с друзьями поплавали сначала. Потом эта идея нам понравилась. У нас есть группа про наши сплавы. Мы опубликовали там, чтобы все желающие могли присоединиться. И таким образом нас больше 20 человек сегодня. В дальнейшем организаторы планируют сделать такие мероприятия регулярными. Тогда спорт пойдет во благо не только самим участникам, но и поможет скрасить жизнь бездомным животным. Светлана Мельниченко, Андрей Кузьмин, 12 канал. Редких морских птиц заметили в Омской области. В Саргатском районе на озере Теренкуль инспектор запечатлел больших бакланов. Обычно они селятся по берегам морей, океанов. Часто их можно увидеть на Черном и Средиземном, а также в Приморье. Скорее всего, птицы находились в перелете к более привычным для себя местам. Пернатые туристы грелись на ярком сибирском солнце. Отмечу, что птицы редкие, бакланы занесены в международную российскую «Красные книги». У волейбольного клуба «Мичка» появился новый главный тренером. Стал Андрей Подкопаев. Он уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством клуба. Напомню, волейбольная «Мичка» завоевала по итогам прошедшего чемпионата право выступать в Суперлиге. И как раз предстоящий сезон в ритмном дивизионе начнется с новым наставником. Подкопаев, опытный тренер, под его руководством «Московская Динамо», завоевывала серебро чемпионата страны и бронзу Кубка России. А Уфимочка становилась победителем среди команд высшей лиги А. Что касается предыдущего наставника, Виктор Ушаков принял решение работать с молодежной командой «Мичка-2», которой предстоит выступать в молодежной лиге чемпионата России. Он будет воспитывать резерв для основной команды мастеров. Также добавлю, «Мичка» стартует в новом сезоне с домашним матчем против «Спарта» из Нижнего Новгорода. Матч состоится 14 сентября. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Будет по-настоящему жарко. Второй летний кубок «Макси-Квест» от заката до рассвета ждет своих победителей. Традиционный масштабный проект от «Радио Максимум Омск» стартует 26 июля. Прием заявок от любителей драйва и приключений уже открыт. Новые задания, новые локации, конечно, много подарков. Подробнее в сюжете. В знойное лето лучший способ спастись от жары – отправиться в поездку ночью. Конечно, с друзьями под мощные рок-хиты и в поисках решений самых интересных задач. «Радио Максимум», как всегда, не дает скучать своим слушателям. Летний «Макси-Квест» уже на подходе. Проект обрел статус традиционного и завоевал любовь омичей. «Радио Максимум» приглашает всех омичей на летний «Макси-Квест». Это очередной «Макси-Квест» от заката до рассвета. Год назад мы проводили мероприятие подобного формата, где было более 200 человек. В этом году ждем не меньше. «Макси-Квест» стал традицией в нашем городе. И «Радио Максимум» готовит новые подарки, сюрпризы, вкусности. Ждем всех». Как и прошлым летом, участникам предстоит колесить по городу в поисках ответов в буквальном смысле от заката до рассвета. В этом году для экипажей подготовили новые задания и локации. И, конечно же, множество подарков. В том числе и от генерального партнера, которым впервые на «Макси-Квесте» выступает фабрика «Конарева». От почетных гостей фабрики узнали, что они участвовали в зимнем квесте. И мы приняли решение присоединиться, но уже в качестве партнеров. Подготовили вкусные конкурсы, и участники точно не уйдут от нас голодными. Компания производит полуфабрикаты ресторанного уровня. Натуральная и вкусная продукция порадует каждого, кто ее попробует. Будет шанс сделать это и у участников «Макси-Квеста». Чтобы побороться за летний кубок и целый багажник подарков, нужно собрать команду и подать заявку в социальных сетях или по телефону 695-725. Автоквест бесплатный, но количество мест ограничено. Все подробности в официальной группе «Радио Максимум Омск» ВКонтакте. Десять лет полет нормальный. Большой праздник для жителей микрорайона на перелетах. Через своего юбилея провела управляющая компания «Полет». Аниматоры, мыльные пузыри, сладкая вата, контактный зоопарк и большой розыгрыш призов. Подробности расскажем прямо сейчас. Праздники в этом дворе не редкость, но этот особенный и юбилейный. Свое десятилетие совместно с жителями микрорайона «Прибрежный» отметила управляющая компания «Полет». Множество детских локаций, большой батут, контактный зоопарк, конкурсы от аниматоров и шоу мыльных пузырей. Лотерея с большим количеством призов. Здесь очень много проходит праздников. И всегда участвует управляющая компания. Она никогда не остается в стороне. В честь юбилея памятными подарками наградили и председатели домов. Ведь без их помощи не обходятся никакие работы, выполняемые на благо собственников жилья. Девиз нашей компании – несем заботу в каждый дом. Да, где-то есть у нас недостатки, над которыми мы работаем совместно с собственниками домов. Ну и принимаем оптимальные, хорошие решения. Новый десяток компания начинает с постановки больших целей. Работы много, ведь под руководством управляющей компании более полумиллиона квадратных метров. 40 многоквартирных домов, гаражный кооператив. И это не предел. И о погоде. Завтра, 17 июля в Омске переменная облачность. Возможно осадки. В ночное время плюс 21, плюс 23. Днем 26, 28 градусов выше нуля. В районах переменная облачность. Дождь ночи до плюс 19. Дневная температура до 23 градусов выше нуля. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин